Новое утро встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем около нуля. Ветер юго-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Гомельчан ждет презентации выставочного проекта «Экспонат. История Золушкина. Музейный лад». Его организуют в рамках празднования 10-летия музея истории города Гомеля. Без экспонатов не обходится ни один музей. Так что же это такое? С одной стороны, экспонат – простой предмет, который когда-то давно или еще недавно служил человеку в быту. С другой стороны, это необычный предмет, поскольку не разделил участь таких же предметов, как он, а попал в музей. Посетить выставку можно с 28 ноября. Гостей музея истории города Гомеля ждет знакомство с современниками исторических событий 20 века. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась экспозиция «Город, восставший из руин». Это выставка фотографий послевоенного Гомеля. Посетители библиотеки смогут познакомиться с видами Гомеля, сделанными гомельчанами в 50-е годы. На выставке представлена лишь малая часть из большого фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. Часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. Все фото сопровождаются комментариями гомельчан из социальной сети «Одноклассники». На выставке интересно будет увидеть не только изменения послевоенного города, но и сравнить с его нынешним обликом. Сделать это можно до 11 декабря. Вход свободный. Молодежный театр в Гомеле готовит премьеру. Детектив – последнее дело инспектора Рафинга. В уединенный особняк, где проживают пять женщин, приезжает инспектор. Он должен выяснить, что произошло в доме – убийство конюха или несчастный случай. Поскольку посторонних в особняке не было, преступление могла совершить только одна из женщин. И чем ближе дело к развязке, тем запутаннее ситуация. Напряженность расследования в спектакле уживается с легкостью текста. Создатели, кстати, утверждают, даже самый искушенный любитель детективов до финала не сможет ответить на главный вопрос постановки. Премьерные показы в молодежном театре запланированы на 29 и 30 ноября. Уже на следующей неделе в Гомеле стартует международный детский конкурс «Музыка надежды». Участниками состязания станут юные исполнители не только из Беларуси, но и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году «Музыка надежды» будет проходить на базе колледжа имени Соколовского со 2 по 6 декабря. В программе не только конкурсная часть, но и мастер-классы от членов жюри. Победители будут ждать дипломы, призы и подарки. По традиции, лауреаты конкурса примут участие в заключительном концерте. 12 декабря гомельчане смогут стать зрителями концертной программы «Мюзик Баттл». За любовь зрителей поборются исполнитель аргентинского танго на бандонеоне Андрей Глазенков и Андрей Войцуховский, покоривший сердца любителей ритмов фламенко. В программу войдут произведения композиторов Антонио Вивальди и Исаака Альбениса. Эксклюзивным подарком станут авторские композиции Андрея Глазенкова, которые он исполнит на бандонеоне, армянском дудуке и рояле в сопровождении своего оркестра. А Андрей Войцуховский сыграет собственное произведение на гитаре. Начало концерта в 19.00. Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки уже готовится к любимому празднику. Зимний волшебник, который живет в национальном парке Припятки, наградит победителя конкурса на лучшее письмо себе. Участникам нужно рассказать о своем самом заветном желании. К информации можно приложить рисунки и фото. Письма будут принимать до 25 декабря. Несмотря на то, что мгновенно исполнение желания любимые герои обещать не могут, авторы наиболее интересных и оригинальных посланий будут отмечены. 10 лучших писем Дед Мороз отберет лично. Их авторам Дедушка напишет ответные письма, которые пришлют до 31 декабря. А победителю достанется главный приз. Это медаль символом национального парка. Но поскольку праздник этот многонациональный, то и стать участниками конкурса могут не только жители Беларуси. К другим интересным новостям. «Союзмультфильм» планирует выпустить новую серию легендарного советского мультфильма «Умка». Студия считает, что история «Медвежонка» требует логического завершения. Первая серия этой истории вышла в 1969 году. Вторая увидела свет в 1970-м, и в ней герой отправляется искать друга. Но финалы истории зрителям так и не показали. И вот спустя полвека «Союзмультфильм» намерен завершить историю. Конечно, это будет хэппи-энд. В конце зрителей ждет «Добрая песня», а сама третья серия станет подарком для всех зрителей на любимые новогодние праздники. Ученые из Австралии придумали, как перерабатывать все виды пластиковых отходов. Инженеры создали специальный реактор, который разлагает пластик на химические составляющие. На выходе получается то, из чего он был получен. В процессе переработки используется горячая вода и высокое давление. А вновь образованный материал можно превратить в топливо или в новое сырье. Технология должна позволить утилизировать все пластиковые отходы, прежде непригодные для вторичной переработки. Пока в планах создателей открыть первый завод, который, как ожидается, уже в первый год работы сможет переработать до 20 тысяч тонн пластика. Получится ли осуществить задуманное, покажет время. Во время раскопок раннего торгового поселения в Южной Иордании была найдена древняя шахматная фигура. Историческую ценность обнаружили на территории древнейшего торгового пути на Востоке. Фигура размером с ладонь состоит из песчаника. Она представляет собой прямоугольный кусок камня с двумя выступами на верхушке. Специалисты предполагают, что, скорее всего, артефакт выполнял роль ладьи. В Болгарии инженер сделал робота-гуманоида из бытовой техники. В качестве глаз выступили камеры фотоаппаратов. Роль туловища сыграл компьютер. Передвигаться устройству помогают детали DVD-проигрывателя. Также робот может распознавать предметы. Его рост в 170 сантиметров весит всего лишь 50 килограмм. Гуманоиду дано имя Рокки, ведь в прошлом его хозяин занимался боксом. Целью создания человекоподобного робота было осуществление детской мечты инженера-любителя. Не безызвестно, что многие органы чувств у кошек развиты куда лучше, чем у других представителей животного мира. В частности, можно отметить, что кошачьи даже немного синоптики. Они чувствительны к разным колебаниям, что, например, позволяет вовремя распознать признаки приближающейся грозы. Причем это происходит задолго до того, как люди начнут слышать раскаты грома. Перед непогодой в кошачьих ушах происходит характерное падение атмосферного давления, а развитое обоняние улавливает запах приближающегося дождя. Поэтому, если вы не очень доверяете метеорологам, но часто задаетесь вопросом, будет ли дождь, понаблюдайте за своими кошками. Не пропустите новый выпуск программы «Бизнес-план». Сегодня в 19.30 речь пойдет о цветочном бизнесе. Истории становления и развития своего дела. От продажи саженцев в рост до открытия цветочных магазинов поделится семья Барановых. Где растут белорусские герберы, легко ли стать флористом, и могут ли цветы стать источником стабильного дохода. Подробности смотрите в программе «Бизнес-план». Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новое утро! С вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупининко. Желаю отличного настроения на весь этот день. Новое утро!